Приветствую всех, кто сейчас смотрит этот видеоролик. Обычно в нашем канале Джан Зайдун, когда появляется новый видеоролик, озвучка я всегда делаю с помощью специальной программы который не только звучит в литературном языке, но еще и полностью меняет мой голос. Но поскольку сегодня у нас праздник Святая Пасха, я решил сегодняшний мой видеоролик посвящать церкву, религию и Бога. Это особая тема, поэтому я решил в этом видеоролике озвучивать без программы, чтобы звучал мой голос. К сожалению, в нашем реальности бывают такие люди, которые не только не верят Бога, а еще любое слово связано с Богом считают мифом. Однажды, много лет тому назад, где-то в конце 1890-х годах, во время учебы в университете, преподаватель молодых студентов университета профессор студентам спросил, слушайте, среди вас кто-то верит Бога? Студенты сказали, да, а вы что не верите? Никогда не прочитали книгу Новый Завет, да? Профессор сказал, нет, я читал, но я уверен, что все это придумано человеком и что все это обман. Студенты удивились ответом профессора и спросили, а почему вы так думаете? Ведь для жизни это Бог создал все на земле. Да, конечно, сразу перебивал профессор и продолжил говорить. Бог создал все. Еще в книге написано, что Бог учит быть честным, милосердным, делать при этом только добро. А если так, тогда ответьте мне, пожалуйста, почему ваш Бог создал еще и зло? Поскольку все, что есть в мире, это Он создал. И что же получается? В книге написано совсем другое. Делать только добро, но при этом Бог создает еще и зло? Что-то не сходится, вам это не кажется? Потому что все это вранье, обман и все. Все студенты замолчали и не знали, что дальше говорить. Но среди них в конце был один студент, и он был единственным, который встал и сказал профессору. Профессор, я хочу вам задавать три вопроса. Можно? Профессор сказал. Да, конечно, я тебя слушаю. Студент сказал. Первый вопрос. Холода существует? Профессор слегка усмехнулся и сказал. Что за глупый вопрос? Конечно, существует. Тебе что, никогда не было холодно? Студент говорил. Извините, профессор, но вы ошибаетесь. Холода не существует. Потому что по закону физики в нашем природе, в нашем галактике и в солнечном системе нету никакого элемента или планеты, чтобы создал холод. Есть солнце, который создает тепло. А холод – это лишь ответ к тому, когда отсутствует тепло. Профессор удивился ответом умного студента, а студент продолжил говорить. Второй вопрос. Темнота существует? Профессор сказал. Ну, да, мы же каждую ночь видим темноту. Студент сказал профессору. Нет, профессор, вы опять ошибаетесь. Темнота также не существует. Вы когда-нибудь видели, где на светлом месте проник темнота? Профессор удивился и сказал. Нет, как это? Это же невозможно. Студент продолжил и сказал. Ну, конечно, невозможно. Это потому, что темнота не существует. Но мы все стали свидетелями, где в темноте может проникнуть свет. Темнота – это лишь ответ к тому, когда отсутствует свет. И, наконец, третий вопрос. Скажите, профессор, зло существует? Профессор был в шоке и не знал, что дальше говорить, что ответить. Начал волноваться и нервничать. Он не был уверен, но сказал. Ну, не знаю. Я думаю, существует. Мы же иногда видим, что бывает и зло. Студент сказал. Нет, профессор, зло тоже не существует. Бог создал жизнь на планете и учит нас уважать и любить друг друга. Делать всегда добро. Относиться друг к другу по-человечески. Никогда не ругаться и не воровать. Всегда действовать приличным путем. Быть всегда честным, чтобы потом не сожалели. А зло – это лишь ответ к тому, когда у человека в сердце и в душе отсутствует Бога. Профессор замолчал. Ведь чувством своей вины и ошибки так и не смог ответить ничего мудрому студенту. Я очень надеюсь, что те люди, которые не верят в Бога, посмотрев этот видеоролик, они будут делать свои какие-то выводы насчет своих местных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...